Что за поведение у нас? Что опять за праздники происходят? В смысле праздники? Что случилось? Где дети? Гуляют. Где гуляют? Они кушали сегодня? Во дворе, да, кашку даже на кашу. Почему опять в квартире беспорядок? Анна Павловна. Его задача – предотвратить преступления Борис Волков, инспектор по делам несовершеннолетних. Главное его оружие – убеждение. Профилактические беседы Борис ведет и с родителями, и с детьми каждый день. В его ведении неблагополучные семьи и трудные подростки. Если профилактические беседы результата не дают, приходится идти на крайние меры. Если же продолжает образ жизни не меняться, мы повторно привлекаем уже к административной ответственности. Дальше идут какие-то штрафные санкции, вплоть до того, что мы направили информацию в отдел опеки и попечительства, для того, чтобы принять какие-то вопросы в отношении детей. Либо изъятие детей, либо временное помещение в социально-реабилитационные центры. В 2020 году у нас была лишена родительских прав одна семья. Там действительно было, ну так сказать, совсем все плохо. Родители злоупотребляли, не содержали, грязной одежды, еды нет. То есть условия были. И на тот срок родителям, который давался для исправления, они этим сроком не воспользовались. И в итоге были лишены родительских прав. По словам правоохранителей, у подростков сейчас самое распространенное преступление – кража шоколадок в магазине Наспор с друзьями. Те, кто постарше, порой попадают в плохие компании и становятся закладчиками наркотиков. Инспекторы неустанно объясняют детям, что переступить опасную черту просто, вернуться к нормальной жизни порой бывает уже невозможно. Дети как бы нам небезразличны, скажем так. А чужих детей не бывает. И хотелось бы, конечно, защищать их, чтобы никаких правонарушений в отношении детей не совершалось. Рука об руку с инспекторами по делам несовершеннолетних работают социальные службы. Обеспечивают лечение трудных подростков от алкогольной и наркотической зависимости. Находят им официальную работу. Отправляют на отдых в летние лагеря. Первые детские комнаты милиции в Самаре открылись 31 мая 1935 года. В этом году служба отмечает юбилей в 85-ю годовщину со дня основания. По традиции, лучшие сотрудники за работу по итогам года получат награды, очередные звания и повышения по службе. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.